Организация Объединенных Наций выразила соболезнования в связи с убийством в Турции российского дипломата. В штаб-квартире организации официально осудили вооруженное нападение на Андрея Карлова и заявили, что атака на дипломата или посла не может быть оправдана ничем. Ранее сегодня же Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об эвакуации мирных жителей из сирийского Алеппо под наблюдением международной организации. Текст документа был согласован России и Франции. Подробности расскажет мой коллега Евгений Маслов. Он работает в ООН сегодня. Женя, приветствую вас. Вам слово. Приветствую, коллеги. Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию по Сирии с предложением развернуть в Алеппо миссию наблюдателей. В нынешней редакции документ поддержала и Россия, хотя изначально она возражала против предложенного Франции проекта. Еще накануне уверенности в том, что резолюция пройдет, не было. В результате переговоров, тем не менее, обсуждений по тексту документа, которые продолжались три часа в воскресенье, и, как было отмечено, обсуждалась каждая запятая, так вот, стороны смогли прийти к компромиссу. И голосование по проекту резолюции сегодня прошло без обсуждений. Это первый случай единого мнения Совет Безопасности ООН за несколько месяцев. В резолюции содержится требование ко всем сторонам, участвующим в конфликте, обеспечить безопасность мониторинга и беспрепятственный доступ наблюдателей в восточную часть Алеппо. Генеральный секретарь ООН просит принять срочные меры и договориться со сторонами конфликта о развертывании миссии наблюдателей. ООН ставит задачу установить адекватный нейтральный мониторинг за процессом эвакуации и за происходящим в восточном Алеппо. Ранее, если вы помните, представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями со стороны правительственной армии. Сирийские и российские власти называли такие сообщения фальсификациями. После голосования представитель Сирии при ООН прокомментировал принятие резолюции и не скрывал, что Дамаск не устраивает тон документа. Но сирийские власти готовы подчиниться Совету безопасности ООН. Та настойчивость, которой Франция и Британия предлагали принять эту резолюцию, вполне укладывается в рамки пропагандистской кампании, развернутой против Сирии и нашей борьбы с терроризмом. Мы уважаем Совет безопасности и его решения, но мы также в курсе, что настоящая цель таких предложений состоит в том, чтобы защитить террористов. Я напомню, с 2011 года Москва заблокировала шесть резолюций по Сирии, но на этот раз российская сторона назвала документ хорошим. А пост пред Франции при ООН заявил, что резолюция должна предотвратить новую Сребреницу, где тысячи боснийских мужчин-подростков были убиты в 1995 году. Представитель США при ООН Саманта Пауэр в нескольких словах объяснила сегодня журналистам, как, скорее всего, сейчас будет развиваться ситуация в Алеппо. У ООН уже сейчас на месте 113 человек, готовых приступить к работе и начать мониторинг вместе с сотрудниками Красного Креста. У Красного Креста, кстати, уже есть места дислокации в западном Алеппо, где они оказывают помощь пребывающим беженцам. Но до сих пор было очевидно, что сотрудников и возможности обеспечить их работу эффективно не хватает. Мы надеемся, что эта резолюция все изменит. Эвакуация, начавшаяся в Восточном Алеппо на прошлой неделе, возобновилась в ночь на понедельник после перерыва. Повстанцы вместе с семьями по гуманитарному коридору переправляются на автобусах на перевалочный пункт, откуда доставляются на территорию контролируемую оппозицию, в частности в Эдлиб. Утвержденную сегодня резолюцию многие в организации объединенных наций называют отправной точкой для дальнейшего урегулирования ситуации в Алеппо.